МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И для кого Эстония готовит теплое пиво и чипсы на военных базах? Наши специальные гости сегодня. Командующий силами обороны Эстонии Риха Террес и министр энергетики Литвы Рокас Масюлис. Все это в ближайшие полчаса в нашем эфире. В понедельник прервалась на полусловии еще одна глава в двустороннем сотрудничестве США и России. Российский президент принял решение приостановить выполнение американо-российского соглашения об утилизации оружейного плутония. В Вашингтоне заявили о разочаровании и сожалении на этот счет. Владимир Путин ранее подчеркивал, что США не выполняют договоренности по соглашению. Вкратце о проблеме Санжи Архамидов. Официально считается, что американо-российское сотрудничество по переработке плутония продолжалось 16 лет. По статистике, за годы гонки вооружений обе страны произвели более 200 тонн оружейного плутония. Именно поэтому в 1994 году по решению президентов сверхдержав США и России была создана двусторонняя рабочая группа, которая приступила к исследованию и разработке безопасной технологии утилизации оружейного плутония в оксид плутония, а сокращенно МОКС-топлива, которое возможно использовать на атомных станциях. Спустя четыре года президенты США и России приняли совместное заявление о принципах обращения и утилизации плутония, снятого с ракетных систем обороны. Главы двух государств сообщили о поэтапном изъятии из своих ядерных арсеналов около 68 тонн плутония по 34 от каждой из сторон. Но самое важное, стороны обговорили метод переработки плутония в необратимое вещество, которое нельзя вторично применить при создании ядерного оружия. Первичное соглашение, в котором оговаривалась возможность частичного захоронения в контейнерах плутония, смешанного с другими веществами, Вашингтон и Москва подписали летом 2000 года. При этом американская сторона гарантировала России полное техническое и финансовое содействие в ее программе утилизации, стоимость которой оценивалась примерно в 3,5 миллиарда долларов. В апреле 2010-го дипломатические ведомства двух стран подписали дополнительный протокол к уже существующему договору, полностью отказавшись в нем от захоронения оружейного плутония. Договорились также о том, что программа утилизации должна быть запущена не позднее 2018 года. В марте 2014-го администрация президента Обамы предложила заморозить финансирование и строительство комбината по переработке оружейного плутония в местечке Айкен, штат Южная Каролина. За 6 лет Министерство энергетики США потратило на его строительство около 4,5 миллиардов. На этом фоне в августе прошлого года российский «Росатом» запустил производство в промышленных масштабах МОКС-топлива для ядерных реакторов В апреле нынешнего года президент России заявил, что США нарушают свои обязательства по соглашению о плутонии. В основе претензий лежало то, что США постепенно отказались от утилизации затопа. В Вашингтоне сочли производство МОКС-топлива затратным и решили утилизировать плутоний путем его захоронения после переработки, чтобы исключить использование в военных целях путем смешивания плутония с другими материалами. Такого пункта в двустороннем американо-российском соглашении последней версии 2010 года не было. Рассказал Санжи Архамидов, и 3 октября президент России подписал указ за номером 511 о выходе России из договора с США. Условием возобновления сотрудничества он при этом назвал отмену США антироссийских санкций законом Агницкого, сокращение присутствия войск в странах, вступивших в НАТО с 2000 года, а также компенсацию ущерба от санкций и российских вынужденных контрсанкций. О том, что перетягивание плутоний у Аканата означает для США и России в практическом смысле, накануне этого эфира я спросила старшего научного сотрудника Института ООН по исследованиям проблем разоружения Павла Подвига. Россия сделала, если хотите, американским налогоплательщикам сделала такой подарок, потому что до настоящего момента основной аргумент в поддержку существующей программы, дорогой программы строительства завода по производству МОКС-топлива, основным аргументом было как раз то, что любое изменение планов должно получить одобрение России. А сейчас, если Россия вышла из этого соглашения, то Соединенные Штаты могут внутренним своим решением закрыть проект, вот этот дорогой проект создания этого завода по производству МОКС-топлива и переориентировать программу просто на захоронение этого плутония в подземном хранилище в Нью-Мексико. Вот я говорю, что по скромным оценкам это будет означать экономию где-то порядка 20 миллиардов долларов. Ну вот, Павел, из вашего ответа следует, что США в конечном итоге получат от происходящего определенные выгоды. Означает ли это, что в проигрыше остается Россия? Ну, в проигрыше, как я говорил, то есть проигрыш здесь он такой, он не совсем ощутимый. Основная потеря здесь именно в том, что вот это соглашение было определенным шагом в сторону ядерного разоружения и в сторону разоружения, которое происходило бы под определенным контролем мирового сообщества, если хотите. То есть сейчас, когда пойдут параллельно национальные программы и в России, и в Соединенных Штатах, вот эта возможность утеряна, и восстановить ее будет гораздо сложнее. И там, как я говорил, есть много вопросов, которые, то есть есть много вещей, которые необратимы. Их уже будет очень сложно повернуть. То есть для, с точки зрения процесса разоружения ядерного, ликвидации ядерных материалов, будет просто больше проблем придется решать в будущем. Вот такого вот проигрыш, наверное, в этом заключается. А с точки зрения вот непосредственной какой-то, так сказать, выгоды, я думаю, и в Соединенных Штатах Департамент энергетики вздохнул свободно, я думаю, в Росатоме тоже вздохнули свободно. Потому что, как всегда в таких случаях, вот такие договоренности, они накладывают определенные условия на программы. И естественно, что люди, которые там работают непосредственно с этим материалом, они не хотят, чтобы в их деятельность кто-то вмешивался. Павел, ну вот то, что произошло, означает обнуление усилий, которые США и Россия прилагали в области ядерных разоружений все это время? Если говорить конкретно о, скажем, о том плутоне, о том материале и о его связи с ядерным оружием, то я думаю, можно сказать совершенно определенно, что вероятность того, что вот тот плутоний, который Россия зарезервировала для этой программы и Соединенные Штаты зарезервировали для этой программы, вот вероятность того, что этот плутоний когда-либо попадет в ядерное оружие, независимо от того, как сложится отношение между странами, обстановка, вот вероятность того, что этот плутоний снова попадет в оружие, она равна ровно нулю, потому что не, во-первых, и у России, и у Соединенных Штатов есть очень много материала помимо этих 34 тонн, вот, и во-вторых, ну просто будет гораздо проще, если уж совсем, скажем так, возникнет необходимость, я думаю, будет проще и то, и то, и другой стороне просто наработать новый материал, чем заниматься ни Соединенные Штаты, ни Россия реально не беспокоятся по поводу того, сколько там тонн плутония у них запасов прижим, то есть, потому что если этот вопрос был реально важным там в начале 90-х, когда все, действительно, людей заботила вот эта проблема, как этот плутоний, может ли он быть возвращен в ядерный, в оборот ядерного оружия, то сейчас уже и с той и с другой стороны есть понимание, что нет, этот материал, он просто не нужен, от него надо избавляться и избавляться вот наиболее простым и надежным способом. Спасибо большое, Павел, это был прогноз от Павла Подвига в нашем эфире. Примечательно, что в середине недели Россия объявила также о приостановлении действия соглашения о сотрудничестве с США в научных исследованиях в ядерной и энергетической сферах. Стоит напомнить, что этому сотрудничеству образца постхолодной войны чуть более 20 лет. До этого отношения находились на отметке предвкушения ядерной зимы. О том, как к этой зиме готовились в Америке, моя коллега Наташа Мозговая подготовила специальный репортаж из одного из самых секретных объектов США – времени ядерного противостояния. Этот престижный курортный отель в городке Сулфур-Спринт в западной Вирджинии, у подножия знаменитого голубого хребта, излюбленное место отдыха вашингтонских лоббистов, бизнесменов и банкиров, на протяжении трех десятков лет скрывал тайну. Это было закрыто вот этой огромной панелью, которая доходила до сих пор и была под замком. Вход в гигантский подземный бункер, который должен был стать прибежищем Конгресса в случае ядерной войны, был хорошо замаскирован. Одна из массивных дверей была расположена в конференц-зале гостиницы, посетители которой не подозревали, что находится в считанных метрах от запасного капитолия, рассчитанного на уцелевших в ядерной войне конгрессменов. Если бы конгрессмены появились в этом коридоре, по сути это означало бы, что ядерный удар был нанесен. Из коридора они должны были попасть в этот дезинфекционный отсек. Их одежду сожгли бы в специальной печи. После души люди должны были получить одинаковую форму, нижнее белье, обувь. Личного пространства тут не планировалось. И на выходе их ждал человек со счетчиком Гейгера. В конце 50-х тогдашний президент США Дуай Тайзенхау разаботился вопросом, как гарантировать функционирование страны в случае ядерной войны. И решил, что лучшего места, о чем курорт в четырех часах езды от Вашингтона для бункера не найти. Строительство началось в 1958-м. Гостям отеля говорили, что огромный котлован – это всего лишь строительство нового центра для проведения конференций. До мая 1992 года бункер, рассчитанный на 1100 человек, содержался в полной готовности принять уцелевших в ядерной катастрофе законодателей. На протяжении 30 лет сотрудники с особым допуском, замаскированные под телеоператоров, регулярно убирали помещения, обновляли двухмесячный запас еды и медикаментов, включая антидепрессанты, меняли фильтры системы вентиляции. Каждая кровать в 18 общих спальнях, расположенных в этой массивной подземной бетонной коробке, была закреплена за конкретным конгрессменом. Списки обновлялись после каждых выборов. Много внимания уделялось усовершенствованию средств связи. Факсы интернет появились здесь раньше, чем у рядовых граждан страны. А вот в этом подземном зале планировалось проводить полноценные заседания Конгресса. Кресла до сих пор оснащены разъемами для микрофонов. Отдельное помещение отвели для брифингов. Конгрессмен или сенатор мог выступить на фоне этого и заверить американский народ, что наше правительство продолжает функционировать. Напоминаю, этот бункер был построен с целью сохранения демократии, а не частных лиц. О точном местонахождении этого бункера не знали даже многие конгрессмены. Рассекречено оно было в мае 1992-го, после публикации в газете «Вашингтон пост». Властям США пришлось вывести его из эксплуатации. Этот бункер был построен с целью сохранения демократии. Но именно демократия и свобода слова привела к его рассекречиванию и закрытию в 1995-м году. Журналист, который написал эту статью, считал, что холодная война окончена, что бункер уже не понадобится. Мы считаем, что автор статьи оказал плохую услугу нашей стране. Сейчас бункер находится в распоряжении отеля. Сюда даже иногда водят экскурсии. Где находится новое ядерное убежище для членов Конгресса. Оно обязательно существует. Знают очень немногие. Моя коллега Наташа Мозговая. И не уходя далеко от ядерной темы, у российской государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на этой неделе появился новый глава. Им стал Алексей Лихачев, ранее занимавший должность первого заместителя главы Минэкономразвития. Министр энергетики Литвы Рокос Масюлис в эксклюзивном интервью нашей программе накануне этого эфира поделился опасениями о том, что энергетический гигант будет использоваться России как оружие в геополитической борьбе. Если посмотреть стратегию, российскую энергетическую стратегию, «Газпром» являлся самой сильной компанией, которая приносила евро и доллары для России. Сейчас с построением терминалов жиженного газа в Польше, в Литве, может быть, еще один построится и в Хорватии. Ситуация меняется. В Европе есть уже альтернатива. Значит, Россия ищет других возможностей для экспорта и других возможностей, используя энергетику, влиять в геополитику. И они нашли. Это будет «Росатом». Я думаю, что «Росатом» является, если так можно сказать, вторым «Газпромом». А вы чувствуете, что давление со стороны России, со стороны российских энергогигантов каким-то образом снизилось и уже не стало таким интенсивным? Или по-прежнему пытаются какие-то рычаги использовать? Нет, вы правильно оценили ситуацию. Так оно и есть. Мы не чувствуем уже этого давления, которое было в газовой сфере особенно, можно и объяснение такое дать, что даже перед тем, как мы построили терминал сжиженного газа, переговоры всегда с «Газпромом» велись на государственном уровне. Сейчас переговоры ведут компании. Это значит, что нет уже влияния на государство, влияния нет. Уже только коммерческие вопросы решаются в этих переговорах. И я думаю, что это успокоило и нас, успокоило, и «Газпрома», успокоило. Потому что сейчас мы разговариваем только об экономике. И даже мы, когда смотрим на «Газпрома» как поставщика, мы уже его считаем как одного поставщика из многих. Если он представит хорошее предложение, мы его, конечно, возьмем. И через год, даже через год, полтора года полностью ситуация изменилась. И, я бы сказал, нормализовалась. То есть вы считаете, что это более здоровая такая ситуация? Да, очень хорошее объяснение. Здоровая ситуация, да. Энергетическая безопасность для вас была одним из приоритетных направлений. Вы сами энергетическую безопасность сравнили по важности с обороной. А когда к вам пришло это понимание? Пришло, я думаю, где-то в 2009-2010 году. И «Газпром» очень много постарался, чтобы это так случилось. Потому что нам «Газпром» всегда повышал цены на газ. И Литва в одно время платила самую большую цену за газ во всем мире. Даже дороже, чем в Японии. А Япония может принимать только жиженый газ. А жиженый газ, в принципе, всегда бывает дороже. Я думаю, тогдашние политики решили, что хватит. Что хватит, и надо серьезно браться за это дело. И все сделать до конца. И я очень горжусь своей страной, что так и случилось. Даже власть поменялась. Консерваторы начали все проекты, ассоциал-демократы закончили. Значит, 8 лет в Литве была очень стабильная ситуация. И все понимали, что нужно для страны. Я думаю, что это большой шаг вперед в Литве. И сейчас, когда мы видим, что это работает, мы, конечно, не хотим остановиться на этом. Мы и в других сферах то же самое будем делать. Министр энергетики Литвы Рокас Масюлис в нашем эфире. Еще одна энергетическая новость из этой страны. Накануне Литва заключила свой первый контракт с американской компанией на поставку жиженого газа. Компания Кохс Аплайн Трейдинг будет поставлять жиженый газ на терминал СПГ в Клайпиде. Независимость. Так символично назвали вот эту платформу, которая обошлась Литве в 145 миллионов евро. Это ее строительство и ввод в эксплуатацию. На нее также поставили большие планы на освобождение от монополии, постоянно завышающего цены российского Газпрома. После годовой эксплуатации чиновники от энергетики отрапортовали об успехе в достижении энергетической независимости Литвы. Речь в данном случае идет в первую очередь о независимости от политического, каким его считают в странах Балтии, давления Газпрома. Есть еще, безусловно, давление рынка. До прошлой недели единственным поставщиком жиженого газа на независимость была норвежская компания Statoil, которая пользовалась привилегией монополиста на установление рыночных цен. После заключения сделки Литвы с американской Кохс Аплайн Трейдинг ситуация, как предполагают, должна измениться. Сотрудничество США со странами Балтии энергетикой не ограничивается. Его военный компонент в рамках НАТО и на двусторонней основе предмет гордости для одних и беспокойства для других. Одобренное на саммите НАТО в Варшаве решение о размещении в странах Балтии четырех ротационных батальонов НАТО было принято в штыки российским руководством. Одним из условий сохранения плутониевого сотрудничества, о котором мы говорили в начале эфира, Владимир Путин назвал сокращение присутствия войск НАТО в странах, вступивших в альянс после 2000 года, читая странах Балтии. В Эстонии к таким заявлениям серьезнее относятся и напротив в полную силу, предвкушают размещение на своей территории батальона британских военнослужащих. Командующий силами обороны Эстонии Риха Террас был гостем нашей студии накануне этого эфира и рассказал о том, как в стране готовятся к приему британцев. Для союзников это нормальная практика – размещать свои силы на базах друг друга. Я вижу это как логичное развитие для НАТО и нашего региона. Мы сами можем многое и вложили многое в нашу оборону, но мы очень маленькая страна, и нам нужна поддержка союзников. И эта поддержка сейчас приходит в Эстонию. В том, что касается практических вопросов размещения иностранных солдат на территории вашей страны, как вы к этому готовитесь и как местное население на это реагирует? Местное население очень довольна. Они с нетерпением ждут появления этих военных. Мы строим новые бараки. У британских солдат будут такие же условия проживания, как у наших призывников. Специально для них также создается новая инфраструктура. Я знаю, что местные бизнесмены готовятся открывать пабы, в которых будут продавать это ужасное теплое британское пиво и рыбу с жареной картошкой. Для того, чтобы создать высокую степень комфорта для солдат. После саммита НАТО Россия была крайне недовольна решением разместить батальоны, в частности, в вашей стране. Российское руководство назвало это провокацией и угрозой безопасности России. Как бы вы на это отреагировали и какова ваша оценка развития событий в регионе после саммита НАТО в Варшаве? С уверенностью можно сказать, что агрессия России никуда не делась. Она показала миру, что она не боится вступать в полномасштабные военные кампании с целью достижения своих политических целей. Мы должны об этом помнить, быть осторожными и готовиться к разным сценариям. Но я не думаю, что это можно назвать провоцированием с нашей стороны. Провоцированием было бы как раз отсутствие военного присутствия США в странах Балтии, Польши, Болгарии и Румынии. Это было бы провокацией. Как провокацией было то, что Украина в свое время не проводила достаточно военных учений в регионе, не заручилась поддержкой союзников. Таким образом были спровоцированы многие нежелательные шаги. И накануне нашего выхода в эфир Министерство обороны Эстонии сообщило о том, что российский истребитель Су-27 нарушил воздушное пространство страны. Это пятый по данным эстонских военных инцидент за последний год. В нашей беседе Риха Террас говорил и о вариантах решения этой проблемы и вероятности установления диалога с Россией. Я был бы первым, кто пошел бы на диалог с Россией, если бы они были готовы к диалогу. Диалогу всегда нужны две стороны, которые готовы общаться друг с другом. Для общения с Россией сейчас у нас возможностей немного. Я искренне надеюсь, что Совет НАТО Россия станет тем самым форматом, в котором мы можем обсуждать самые острые проблемы. Безопасность Сирии, вызовы в Балтийском и Черном морях, а именно полеты без транспондеров, российских самолетов и агрессивное поведение в воздушном пространстве над Балтикой, которые являются серьезной угрозой для гражданской авиации. Диалог необходим, но опять повторюсь, для диалога необходимо участие обеих сторон. Однако сейчас Россия не проявляет интереса. Мы должны апеллировать к здравому смыслу Москвы. Ведь если вдруг над Балтийским морем произойдет инцидент с гражданским самолетом по вине российского военного истребителя, это будет одинаково трагично и для нас, и для России. Поэтому мы настаиваем на необходимости нормального диалога, классической дипломатии в рамках НАТО. Это было мнение командующего силами обороны Эстонии Ириха Терраса в эксклюзивном интервью нашей программе. На этом наш эфир подошел к концу. Мы подводили итоги второй недели октября. Дальше больше смотрите нас в эфирах ваших национальных телеканалов и в интернете на Current Time TV. Я, Юлия Савченко, прощаюсь с вами. До следующей недели. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!